Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртреггером быть легко и приятно. Сидишь в уютном кресле в тёплом доме, Читаешь хорошие стихи. Не крутишь грязными руками гайки Где-нибудь под автомобилем, Не подметаешь улицы. Сегодня мы продолжим чтение Ильи Сельвинского. Продолжим чтение его очерка в стихах «Путешествие по Камчатке». В описании под роликом Вы можете увидеть ссылку На предыдущее чтение Начало этого самого очерка в стихах. Итак, Илья Сельвинский. Дальневосточные стихи. Уникальное издание, вышедшее в Москве В 34-м году века минувшего. А сам Сельвинский побывал на Камчатке Двумя годами раньше, в 32-м году, Двадцатого века. Итак, мы читаем вторую главу, Его очерка в стихах Путешествие по Камчатке. Путешествие по Камчатке На публике. Прут сюда люди за длинным рублем, Только и звону рублики. Камчатка — это советский клондайк, Авантюристы, рвачи, Шкеты — дай монету. Хоть голодай, А он рванул, И ай до покеда. Выйдет, знаете, На материк, Всё пропьёт В золотом роге И снова здесь, От таких матерых Сворачиваясь с полдороги. Я очень люблю электрозавод. Он мне дороже вуза. Я помню запах его, громовой запах революции. Его аршином я мерю тела. Он для меня как бы глобус республики. Тут же все та же старинная тля. Рублики. Стало быть, что же? Электрозавод это так себе. Экспериментик. Стало быть, наш государственный свод держится на моментах. Нет, тут все-таки что-то не так. Соловья басенками не кормят. Клондайк-то он может быть. И клондайк. Допустим, что это факт. Но корни. Что ж, посмотрим. Занавес. Воду. Уж познакомимся толком. Любой работник электрозавода обязан быть социологом. Встает председатель. Камчаткой оброс. Глядит угодничком на посадьях. Сегодня в повестке одинный вопрос. Читает московский писатель. Москвою, Харьковом, Ленинградом вымуштрованной. Как премьер, я вдруг призадумался. Мучаюсь рядом. Что им прочесть, например? В глазах каруселью прошла пантомима. Лучшие марки летели в брак. Юность? Мимо. Рапорт? Мимо. Мимо страдания молодого бобра. Вор. Эпиграммы. Детские зайки. Жили два брата. Пушкин. Ней. С гиканьем и топотом. Проехали казаки. Тройка гей цыганских коней. Вся непобедимая золотая гвардия. Все киросиры эстрадных битв. Все это струсило. Смылось. На карте остался один лишь быт-быт. Бывало сквозь детские визги. Акатишь тяжесть. Устала во лба. И вдруг телефон. Товарищ Сильвинской. Может быть, написали бы, а? Ворча. Пройдешься по рифмам полтура. Подпишешься нераскаленным пером. И вот уж готова ночная халтура. Пока из аптеки доставят бром. Есть у меня такая агитка. Мы переделываем мир. В меру кричащая. В меру прыткая. Мир. Жир. Лир. Дыр. Нет. Не она моей музыгордость. Не из алмазного фонда она. Но тут как хлеб в осажденном городе патетически взбилась. Ее цена. Как я обрадовался признаться. Грудью укрыл ее, как броней. Во всю глубину грудных резонаторов. Рок от басов ее голос пронес. И он зазвучал таким профундиссимо. В нем прозвенела такая страсть. Как будто лозунги коммунизма были объявлены в первый раз. Куполоваций рухнул, казалось. Агитка прошла. А за ней с гиканьем и топотом проехали казаки тройка гей цыганских коней. Они прошибали запахсивухи все эти паузы, синкопы, ключи. И каждый слушал странные звуки. Где-то под ложечкой пели ручьи. И я утверждаю без всякой позы, что видел с эстрады. Вон-вон сквозь жилет с треском скрывал изумленные розы каждой струнки флажолет. Они бы сейчас обошлись и без темы. Бури и звоны будил клубя с этого темпа, этого тембра колоратурной бас. Бывают такие мгновения у массы. Такое из сердца литье. Когда любые обличья и маски она переладит свое лицо. Тогда прочитай ей хоть птичку божью. И птичка пройдет, как брезантный удар по всем паразитам, по тлям. По убожью не знающему ни забот, ни труда. Уже и не помню, как это зовется. Вдохновение или подъем. Но вижу рвутся электрозаводцы. И мне только стоит крикнуть. Пойдем. И вижу сквозь эти ершистые лица, сквозь сахалинские эти глаза. Огнями сияет наша столица. Хлещет революционная гроза. И прыгают в памяти рвач, забияка, авантюризм, советский клондайк. Уже не пойму, где зарыта собака. Но точно знаю, что это не так. В следующий раз мы продолжим чтение. Очерка в стихах Ильи Сельвинского путешествия по Камчатке. А пока ставьте лайки, если вам нравятся выпуски рубрики Культуртрейгер. Напоминаю, что помочь каналу вы можете своими донатами. И каждый посылающий донаты принимает участие в выигрыше одного из моих фотоальбомов. Один человек уже выиграл. И теперь я жду от него адрес. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. Для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.